МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Сегодня в нашей программе мы поговорим на очень важную тему для населения – развитие территориального общественного самоуправления – ТОС в Самаре. Сделан большой шаг вперед. Количество территориальных самоуправлений увеличилось в разы. Сейчас их в Самарской области 76, в Самаре – 18. Особое внимание деляется вопросам обучения представителей ТОС, социальному проектированию, увеличению количества ТОС участников конкурсов на получение грантов регионального и федерального уровней, повышению качества подготовки проектов, заявок, формированию системы сопровождения проектной деятельности на муниципальном уровне. Результаты их деятельности тоже уже можно заметить. Многие дворы становятся заметно более уютными. О положительных примерах работы ТОС я говорю сегодня с моими гостями в студии. Дмитрий Михайлович Пикулок, председатель совета ТОС «Перспектива» и Елена Валентиновна Большакова, председатель совета ТОС «Мичуринский». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, как заявлено сегодня в программе, говорим мы о ТОС. И вот давайте мы на секундочку представим, что мы ничего не знаем про ТОС. В двух словах, что это такое? ТОС – это общественное объединение жителей на добровольной основе. ТОС формируется из-за представителей какого-то актива населения на определенной территории, в границе которых существует этот ТОС. И, как правило, это старшие по дому, либо какие-то активисты, кто берет на себя определенные задачи в решении вопросов местного значения. Цветоводы, собачники, просто там эко-волонтеры. Бывают люди, кто любит заниматься благоустройством, участвовать в программах, проводить собрания и так далее. То есть ТОС – это объединение населения для воплощения необходимых идей, которые возникают у жителей. – Елена Викторовна, есть что добавить? – Есть. Ну, все сказано верно. Хотела бы добавить, что это ТОС Мичуринский, свыше 24 тысяч жителей. Это огромная коммуникационная площадка для реализации всех проектов жителей, для общения по интересам. У нас множество направлений в нашей деятельности. И вот ТОС, он, в общем-то, объединяет людей. Мы стараемся дать каждому то, что для него интересно. Тогда люди приходят. – Ну, конечно. И о проектах, которые были реализованы, мы попозже поговорим обязательно. Но вот у меня такой к вам вопрос. Вы председатель ТОС, и, наверное, было непросто взять на себя вот эти обязанности. Расскажите, пожалуйста, о своих историях, как вы пришли на эти должности. Дмитрий Михайлович. – Я изначально был таким же активным гражданином, который проживал на своей территории. Когда уже там у меня создалась семья, стал задаваться определенными вопросами. Как здесь благоустроить? Как что-то улучшить? Какие новшества можно привнести? – Параллельно познакомился с составом ТОС. Вошел в состав членов Совета ТОС. И постепенно на протяжении семи лет работал в качестве активиста. А потом уже жители меня выбрали председателем. И вот я уже порядка двух лет возглавляю Совет ТОС «Перспектива». И, как мне кажется, мы добиваемся новых результатов, вовлекаем молодежь, привлекаем новые слои населения, привносим новые программы. То есть максимально вводим те новшества, которые у нас сейчас и есть вообще, в принципе, на территории нашей страны, применительно к общественному самоуправлению. – Как вы считаете, вы справляетесь со своими обязанностями? – Ну, это не мне судить, это судить населению. Но, с другой стороны, судя по отзывам, по горящим глазам своих соседей, и потому что по маломайским вопросам в первую очередь идут в ТОС, я думаю, что мы имеем возможность решать какие-то насущные вопросы. – Спасибо, Елена Тиндор. Расскажите, как вы пришли в ТОС, ну и, соответственно, как вы стали председателем? У меня давняя история, далекий десятый год, избирательная кампания была в городе, и во дворе, на площадке, когда встречались с кандидатами, много жителей собралось, и вдруг вот так вот внезапно на меня переключилось внимание, поскольку я тоже вела достаточно такую активную позицию, организовывала детские праздники во дворе, ну, как житель, просто по собственной инициативе. И мне тут жители просто предложили стать председателем ТОС, возглавить ТОС. Достаточно большое количество жителей собралось на площадке. Ну, я подумала, думала я где-то недели две, недолго, но согласилась. Ну, в общем-то, все с этого и началось. И поскольку была уже изначально поддержка, изначально меня жители рекомендовали, так дальше и пошло. Сколько лет вы возглавляете ТОС? С 2010 года. То есть уже 13 лет? Да. Достаточно большой промежуток времени. Скажите, а вообще эта должность перезбирается? Конечно, конференции проводятся. Отчетно-выборная, естественно. Расскажите поподробнее, как часто это происходит, и вас перезбирают, я так понимаю? Перезбирают. Вот сейчас будет в этом году конференция отчетно-выборная. Перезбирают. Ну, в общем-то, знаете, у нас на конференции обсуждаются разные вопросы. Я стараюсь улавливать настроение жителей, я стараюсь работать, брать такое направление работы ТОС, которое отвечает интересам населения. В общем-то, идти вот в ногу с нашими жителями. Но ведь и обытует такое мнение, я надеюсь, вы со мной согласитесь, что, как говорится, на всех ты не угодишь. Получается угождать? Ну, мне сложно сказать. Я же ведь работаю, я не стараюсь угодить каждому. Я работаю, исходя из пожеланий жителей, скажем так, активных, большинства. Если я вижу, что жители заинтересованы в этом проекте, они хотят это сами реализовывать, я их поддерживаю. Тут сложно сказать, что значит угодить. Нет. Выполняйте добросовестность своей работы. На свою работу, да. А давайте сейчас перейдем к конкретным делам. Что удалось сделать ТОС с перспективы за минувший год? За минувший год. Ну, во-первых, в прошлом году мы являлись победителями в одном двору, на одной дворовой территории в губернаторском проекте «Содействие». Это областная программа, которая нацелена на формирование благоустройства территории посредством заявок жителей. Помимо этого, у нас ежегодно проводятся субботники традиционные жителями, потому что на нашей территории есть несколько скверов, которые мы опять-таки за предыдущие годы силами жителей и в поддержке и городских, и областных властей нам удалось это все благоустроить. Затем стандартно мы высаживаем цветы. То есть у нас есть конкурс цветоводов на территории для благоустройства клумб. Опять-таки наши жители являлись неоднократными победителями различных городских программ именно в сфере цветоводства. У нас есть лауреаты и победители конкурса «Мой дом» — это на лучшее содержание общедомового имущества. И вот член Совета ТОС «Молодой человек, старший по дому» в этом году стал победителем в конкурсе как один из ответственных и наиболее энергоэффективных домов. То есть вот такая вот больше нацеленная может быть на ЖКХ, но опять-таки если говорить об насущных проблемах жителей, это все-таки вопросы ЖКХ. Ну и, естественно, это дворовые праздники, концерты, взаимодействие с учениками школы, проведение каких-то тематических встреч, семинаров. Это все, ну такая, скажем, бытовая наша работа, которая ведется на протяжении всего года. — Вы молодой человек, почему вам нравится заниматься общественной деятельностью? — Понимаете как, есть понимание, что начиная с самого себя получается благоустраивать и изменять тот окружающий мир, который мы лицезреем каждый день, выходя на улицу, во двор, из подъезда. Если это получается у меня, я могу своим примером заразить своих соседей. Действительно, соседи к этому подключаются и с воодушевлением смотрят на те результаты, которых мы совместно достигаем. Поэтому это стимулирует к дальнейшим свершениям. Вот еще один момент, может быть мы его, конечно, попозже коснемся. У нас есть одно такое преимущество из-за того, что мы молодые и амбициозные. Помимо этого у нас есть ресурсная база, да? Мы постоянно участвуем в различных грантовых направлениях в проводении. — Да, обязательно поговорим попозже. Елена Валентинна, ну а вы что расскажете, о каких проектах и достижениях, конечно, были осуществлены ТОСом под вашим руководством за минувший год, в последнее время? — У нас они все взаимосвязаны. Все наши проекты, они уходят корнями в начало моей деятельности. Поскольку вот в 2010 году, когда я пришла, мы организовали первую в городе коллегию председателей СМКД. Огромное количество домов, огромное количество жителей. Нам надо как-то протягивать ниточки к каждому дому, взаимодействовать. Поэтому мы начали с того, что собрали актив. Собрали актив. А потом уже коллеги, председатели СМКД. Это была та площадка, на которую мы опирались в дальнейшей работе по социальному проектированию. Там мы уже смотрели, какие направления, какие задачи ставят перед нами жители. Есть направление ЖКХ, есть направление дворовых праздников. Есть направление, например, конкурс «Мой двор, моя забота», где у нас цветущий май, там где цветоводы. Есть направление у нас дворовых праздников, новогодних, к нам идет Дед Мороз. Там мы объединяем молодежь, молодой, у кого маленькие дети. Этот проект очень интересный. То есть мы постарались для каждой площадки, для каждого возрастного объединения жителей создать какой-то интересный проект. Ну, в принципе, это у нас получилось. Сейчас у нас в плане социального проектирования на территории действует масса проектов. Последней из них, вот, нам в помощь идет программа содействия, которая помогает людям уже, вот, опираясь на поставленные задачи, добиваться замечательных результатов, таких как, вот, организация собачьей площадки на территории Мичуринского микрорайона. Освещение по улице Владимирской мы сделали очень большой шаг, когда жители сами объединились на конференции, на первой конференции, когда прозвучало вот это вот о проекте содействия, выступления. И, в общем-то, у нас сразу предложили, давайте попробуем, давайте сразу сделаем то, что нам больше всего сейчас надо в данный момент. Нам надо освещение тротуарной части улицы Владимирской. И, в общем-то, такие проекты, которые нужны жителям, которые актуальны, за которые они двумя руками проголосуют. И тут появилась возможность, что они сами могут принять участие, сами могут вот осуществить, понимаете, это очень важно было для нас. И поэтому на нашей территории, ну, вот, дворовая сцена, где мы проводим праздники, была сделана по проекту содействия. Площадка «Деточка», детская, замечательная площадка. Освещение, я уже говорила. Собачья площадка у нас вторую, жители сделали в прошлом году. То есть у нас эта программа, наряду с комфортной городской средой, очень популярна у жителей. Спасибо. Территориальное общественное самоуправление ТОС – одна из наиболее эффективных форм организации активных жителей для решения проблем конкретно взятых дворов. В следующем сюжете мы расскажем и покажем еще один положительный пример работы ТОС – жители администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. Собаки – животные активные, им требуется движение. Поэтому им необходимо бегать, прыгать, тренироваться. Идея создания площадки по улице Владимирской принадлежит собаководам Ленинского района. Инициативная группа жильцов подала заявку в октябре 2019 года. Нужную сумму для участия – 250 тысяч – собрали. Районная администрация помогла оформить документы, и уже через год состоялось торжественное открытие. Площадка для выгула собак появилась благодаря губернаторскому проекту содействия, активной позиции жителей микрорайона и ТОС. ТОС – инициатор проекта – это раз. Во-вторых, это, в общем-то, наши жители, участники этого проекта, и приходят сюда гулять. Вот сейчас вот гуляю здесь на площадке, посмотрела с удивлением, это мой сосед с первого этажа. То есть как бы это все мы тут жители, все члены ТОС. Площадка полноценно живет своей жизнью. Сейчас на этой площадке собак дрессируют, и, естественно, выгул собак осуществляется. Люди сами содержат эту площадку. Естественно, тут все окрашено, тут убирается, песочек просеивается, субботники проводятся. Площадка расположена на безопасном расстоянии от жилой зоны, не мешая жителям близ лежащих домов. Здесь установлен ряд тренажеров для дрессировки собак – барьеры, лестницы, бумы. В инициативной группе есть кинолог, который проводит занятия по дрессировке и социализации собак. Ленинский район имеет уже две площадки, две официальные площадки. И вы понимаете, вот на этих площадках, что очень важно, то, что, во-первых, люди привыкают здесь именно к культуре содержания собак. Конечно, хорошо, что есть такая программа, вот это содействие, потому что она помогает, в принципе, реализовать те проекты, которые сплачивают именно людей и люди, которые заинтересованы им и могут это сделать. И сейчас эта площадка, она является одним из лучших площадок по Лужи. Даже с Москвы нам присылали поздравления, что вот у нас такая замечательная площадка. Напомним, проект содействия направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона. В отличие от грантовой поддержки, одним из условий участия в проекте является софинансирование проекта из трех источников – средств физических и юридических лиц, бюджета муниципального образования и областного бюджета. Лариса Волкова, управляющая микрорайоном Мичуринский, рассказывает и еще об одном положительном опыте работы губернаторского проекта «Содействие». Первый проект у нас был по инициативе как раз жителей – это освещение. Мы делали освещение улицы Владимирска, Тортуара. Помогли инициативным жителям правильно заполнить заявку, собрать подписи правильно. А так как «Содействие» поджимает софинансирование от жителей и от администрации. Администрации предоставляют тоже 10% для содействия. И жители у нас тоже 10% софинансирование делали. Мы собирали, помогали им собирать. И у нас получилось освещение. Все сейчас ходят, очень радуются, говорят, ой, как хорошо, светло, вечером можно погулять. ТОС «Мичуринский» под руководством Елены Валентиновны объединяет неравнодушных жителей, заинтересованных в том, чтобы их улицы, их дворы стали лучше, комфортнее и готовы и дальше принимать участие в воплощении в жизнь нужных для этого проектов. Особенно отрадно, что среди них немало молодых людей, инициативных, ответственных, душой болеющих за свой район. Продолжаем разговор. ТОС «Общественное объединение соседей». Скажите, Дмитрий Михайлович, а вот где вы берете средства на реализацию своих проектов? Грантовая деятельность ТОС. Есть ли положительный пример работы в этом направлении? Да, конечно, безусловно, есть. Мы в эту работу активно включились, подключили наших жителей. Грантовая деятельность сегодня развивается в сфере некоммерческой организации довольно-таки активно. А так как ТОС по форме своей организации, организационно-правовой, это некоммерческая организация со своим уставом, учредительными документами и так далее, то мы можем участвовать в том числе и в грантовых направлениях. И вот одно из наших достижений, то, что мы являлись неоднократно победителями фонда президентских грантов для реализации задуманных проектов. Основная наша идея была обучить население пенсионного возраста компьютерной грамотности. И вот на сегодняшний день мы уже реализовали два проекта по компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста, реализовали их успешно. В первом потоке у нас было обучено порядка 250 человек. На сегодняшний день у нас еще прошло обучение 200 человек. То есть наши показатели довольно-таки, как мне кажется, существенные, даже по меркам промышленного района. Более того, из-за того, что этот проект востребован среди людей пенсионного возраста, она с молва расходится, иногда люди приезжают из отдаленных районов города и приезжают с удовольствием, ждут вот этих вот наших занятий, встреч, знаете, с таким нетерпением. Иногда даже, если занятия выпадают на праздники, многие отказываются от праздничных мероприятий, переносят там свои домашние дела на какие-то другие дни и обязательно стремятся попасть на эти курсы. Как это важно для людей, да? Да, да, да. Сегодня это очень важно. И более того, знакомство с компьютером для пенсионеров открывает какой-то новый мир. И вот когда видишь их горящие глаза, когда они видят, что это, с одной стороны, просто, а с другой стороны, это интересно, во-первых, они прямо на глазах вырастают от собственного чувства гордости, а с другой стороны, нас это воодушевляет для дальнейшего написания подобных каких-то грантовых направлений, развития этой сферы и, может быть, охвата большей аудитории. Потому что это действительно здорово, необходимо, и особенно, когда видишь результат. Ну, а социально значимая проблема старшего поколения, как совершенно верно отметил Дмитрий Михайлович, это отсутствие компьютерной грамотности. Постепенно все государственные услуги переводят в электронный вид, и у пожилых людей появляется проблема информационного неравенства. Как разрешить проблему адаптации людей серебряного возраста, компьютеризация, расскажем в нашем сюжете. Интернет дает возможность населению, в том числе пенсионерам, инвалидам, пользоваться услугами в электронном виде. В ТОС Перспектива промышленного района Самары проходит обучение навыкам компьютерной грамотности. Это стало возможным благодаря федеральному проекту президентских грантов. Чтобы стать участником гранта, нужно написать заявку на фонде президентских грантов. Да, это естественная работа, это определенное изучение общественного мнения, проведение анкетирования. И дальше уже это все отправляется в фонд президентских грантов, где заявка в течение полгода рассматривается экспертной комиссией. Многих пукает опыт участия, потому что, кажется, этот момент уж очень сложный. Да, действительно нужно приложить определенные усилия, но так или иначе, и мы не с первого раза были победителями. Но, получив какой-то опыт, мы каждый раз пытаемся дорабатывать, спрашивать непосредственно участников проекта, это вот наши жители, что им интересно, и дорабатывая заявку, может быть, не с первого раза, а со второго, а со третьего, обязательно у нас все получается. Председатель ТОС «Перспектива» Дмитрий Пикулык возглавляет ТОС два года и считает, что компьютерная грамотность любому возрасту по силам, а свои силы вложил на сбор и подготовку документов на реализацию проекта «Связь поколений. Обучение граждан серебряного возраста. Компьютерной грамотности» – это уже второй положительный опыт получения грантов на компьютерные курсы для пенсионеров. Многие уже себе сегодня спокойно заказывают продукты домой, участвуют в интернет-голосовании, следят за состоянием приборов учета через интернет, подают сведения по ЖКХ, и многие даже отправляются в путешествие, заказав себе какие-то там турпоездки. Участники проекта признаются, что обучение им не только поможет преодолеть барьер в цифровых структурах, но и разобраться в правилах и технике безопасности при работе в интернете, научиться собирать и формировать тексты, обращаться с файлами и папками, самостоятельно выходить в интернет, пользоваться государственными порталами и сайтами. Возможность обучиться компьютерной грамотности получат 200 пенсионеров промышленного района. Обучение предоставляется бесплатно. Администрация промышленного внутригородского района также оказывает ТОС всестороннюю поддержку. Все, что касается жителей, все, что касается их жизнедеятельности в разрезе благоустройства, обеспечения досуга, организации досуга, или, например, участие в образовательных программах, это реализация как раз грантов ТОС, везде администрация оказывает поддержку ТОС. Мы сопровождаем проекты, мы помогаем в написании заявок, мы реализуем их, но взаимодействие и нахождение, собственно, этих инициатив, это, конечно, прерогатива ТОС. Под руководством председателя ТОС участники проекта учатся всему постепенно. Сегодня рассмотрели блок по регистрации на сайте госуслуг, разобрались и узнали, как можно создать электронную почту и готовить тексты для публикаций, в том числе и в социальных сетях. Антонина Сергеевна Аманова, председатель ТСЖ, лидер по жизни, всю жизнь занимается общественной деятельностью. ТОС состоит 16 лет. На компьютерные курсы пришла, чтобы в интернет-пространстве ориентироваться свободно и быть современной. Благодаря этой программе я научилась также в ГИС ЖКХ выходить, в интернет выходить, показания счетчиков также собирать, объявления делать. Работа ТОС очень нужна и важна. По окончании обучения активные участники проекта решили помогать другим домам, консультировать жителей соседних районов, делиться уже своим опытом. Ну что же, продолжаем нашу программу. Сейчас вопрос, одновременно задаю вам обоим, насколько эффективно в этом плане взаимодействие с администрацией района? Расскажите, пожалуйста, Елена Витальевна. Взаимодействие с администрацией района, оно осуществляется постоянно, особенно вот если взять проект содействия, оно идет в тесном сотрудничестве с администрацией, потому что там надо и проект грамотно подать, и бюджетную часть оформить. В общем-то, все это вместе идет. Нам помогают управляющие, естественно, территории. Ну а что касается грантовой деятельности, вот хочу рассказать наш проект, который тоже, в общем-то, перекликается с вашим проектом, это по компьютерной грамотности. Мы немножечко взяли другое направление. Компьютерной грамотности мы обучали жителей, вот два года назад у нас была программа, когда мы просто обучали их, вот как пользоваться. Мы сделали сайт, кстати, интересный сайт, я бы хотела тоже, чтобы сказать с экрана, тосмичуринский.ру. Это сайт ТОС Мичуринский. Вот на нем обозначены абсолютно все наши проекты, с расшифровкой все описано, в каком году что реализовывалось. Кому интересно, можно посмотреть, там вся наша работа на этом сайте. Дальше мы немножечко адаптировали вот это вот обучение. Мы написали проект ТОС Коннект, мы сейчас его немножечко по-другому назвали ТОС Соединяет, чтобы понятно было, что такое коннект и соединение. Но грамотности компьютерной обучили, теперь, мне кажется, понятно, что это означает. Теперь нам надо соединить людей, соединить людей, дать понять, что вот есть такая коммуникационная площадка, и на ней можно работать. Это все у нас было одновременно с реализацией проекта «Мой дом». Когда жители ходили, старшие по домам в администрацию, проводили замечательные лекции, курсы, все у нас обучились, все узнали, что есть такой портал ГИС ЖКХ, все узнали, что на нем можно делать, как можно им пользоваться. Но у жителей возникла проблема. Вот они пришли, сели, а ведь дальше нужна работа, надо подключиться, надо присутствовать на этом портале, надо зарегистрироваться, и прочее, прочее. И тут мы написали проект, партийный проект, он у нас выиграл партийный грант, то сканнект, то соединяет. Под этот проект мы получили очень хорошую базу, технику, мы получили несколько мониторов, в общем, все замечательно. И мы сделали в ТОСе такой ресурсный центр. Наше время подходит к концу. Вы знаете, я также хочу заключительный вопрос вам задать. Вот как вы считаете, все-таки меняется настрой людей? Верят ли они, что ТОС работает действительно на их благо? Вот на сегодняшний день общение же у нас переходит, как мы сказали, не только в живую какое-то взаимодействие с населением, но и еще и в социальные сети. ТОС больше всего, конечно же, работает непосредственно на земле, на территории. Но чаты, которые существуют в домах, в микрорайонах и так далее, они позволяют подключить разные слои общества, от молодежи до пенсионеров. И вот когда начинаются какие-то дискуссии, когда молодой человек идет в институт и говорит, слушайте, а у нас вот здесь асфальт перекладывается, там еще кто-то, мамочки гуляют, слушайте, а у нас вот здесь вот клумбу высадили, а там у нас вот площадку почистили, а здесь у нас что-то покрасили. И ты прекрасно понимаешь, что актив ТОСа к этому прикладывал непосредственное усилие, непосредственное участие. А так как еще во всех этих чатах постоянно присутствуешь, идет вот этот информационный обмен, и получаешь обратную связь, конечно же, здорово. И сразу видно, и люди видят, жители видят работу и постоянную обратную связь в плане переписки. И могут и встретить где-то на улице, пообщаться. Больше того, ну, такой жизненный пример, если идешь гулять с ребенком по своей территории, это превращается в постоянное какое-то общение, переговоры, встречи, небольшие какие-то там уже такие маленькие мероприятия. Ну, действительно, это отдельная интересная жизнь вот непосредственно на своей территории. Спасибо большое, Елена Альтина. Ну, дополнить-то, в общем-то, и нечем, все так. Ну, хочу сказать, ведь для жителей главное, что результат, что вот они в чем-то участвовали и получили результат. Вот у нас проект, например, да, цветоводы, «Цветущий май», они увидели результат. Весь Мичуринский к 9 мая расцветает. Собачники увидели результат, две собачьи площадки. То есть вот когда люди видят результат своей деятельности, там, ну, тут сразу понятно, что им нужна эта площадка, им нужен ТОС для того, чтобы продвигать какие-то свои вот передовые идеи, нужные для них, не спущенные откуда-то, понимаете, а то, что родилось внутри, родилось на этой территории. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова